добрый день ребята дамы и господа сегодня необычный подкаст сегодня у нас с вами велопрогулка вернее велопрогулка у меня а вы просто энжоите вид с камерой камера у меня находится в правой руке я еще не купил правильный держатель чтобы она была четко на мне прикреплена пока не понятно какой но решил все-таки проехать и показать вам кусочки или места где я еду чтобы вы если вы захотите посмотреть на карте где еду смотрите город который называется холливуд как голливуд только во флориде и в этом городке голливуд найдите место которое называется холливуд лейкс озера голливудские это недалеко от моря и вот я еду с юга на север по парк вею который называется дипломат дипломат парку и пересеку если не надоест с вами болтать холливуд бульвард потом доеду до шеридан поверну направо до моря доеду но если точнее уже до океана конечно же и там поеду обратно вдоль океана по голливудскому броудвоку а пока покажу вам ход он же нейбур как у нас на районе все происходит еду я здесь где находятся различные симпатичные домишки хочу вам сказать сразу что это не не есть супер богатый какой-то район чтобы вам доказать что это правда я хочу чтобы вы обращали внимание на автомобили припаркованы и здесь не увидите каких-нибудь дорогих mercedes of bentley и так далее ferrari porsche смотрите машины обычные обычные машины это значит что здесь живут обычные люди такие же как вы и я то есть люди которые работают еще потом тихое место сейчас где-то обещать 4 8 утра похоже собирается дождик но если нам повезет то дождик а не будет пока мы тут с вами болтаем о чем хочется поговорить в таком тихом спокойном районе и я когда решил что я буду записывать здесь то я решил назвать этот выпуск просто шла третья мировая война и казалось бы каким макаром вот эта мировая война может быть связана с таким тихим мирным нейбор худом райончиком скажите вы а потому что третья мировая война она будет не такая вернее не будет она уже давным-давно полномасштабно себе идет эти машин обычная обычная машина ну не прям совсем развалюхи недорогие помните как пел владимир семенович высоцкий в своем стихотворении о штрафных батальонах тебе и штыком а лучше бей рукой она надежнее да но и тише а ежели останешься живой гуляй рванина отрубляй выше и тогда это было как бы очень четкая картинка легко было представить себе солдат со штыками с с ружьями со штыками которые идут в атаку а сейчас все не так вроде бы тихо посмотреть разве эта война где солдаты где трупы ну давайте поговорим об этом оружие стало другим вот мы кстати подъезжаем к первому озеру такое будет если будете смотреть на карте там два таких длинных озера перпендикулярно океана к одному подъезжаем начинает капать между прочим нашим счастьем вот оружие стало другим поэтому нет трупов со штыками в шинелях и в обмотках на ногах оружие стало другим начнем с биологического а именно коронавирус ковид 19 все больше и больше разговоров и доказательств представляется и фактов которые могут привести к тому что мы узнаем что вирус сбежал каким-то макаром из лаборатории в ухане причем может быть он как она назвать оригинал может быть изначально он не там был зарожден не там но при этом он там оказался если там проводились какие-то эксперименты то что называется гейна фанкшн прессер то его улучшили усилили изменили если он оттуда сбежал как у нас горит лигт слили его оттуда случайно даже не буду гореть сознательно или нет но или работу проводили старого справились над биологическим оружием в китае если это действительно так то биологическое оружие было применено китаем более четырех миллионов людей погибло от этого биологического оружия когда которая используется в этой третьей мировой войне которая идет из последних интересных новостей могу вам сказать что вроде бы уже нашли такие факты что два года назад в этом здании уханской лаборатории которая в общем-то новая и так было ему было всего два года вернее так постройки уже заказали серьезный ремонт которым попросили полностью переконструировать изменить систему воздуха очистки и систему уничтожения waste waste management отходов о чем это говорит ну вроде бы как это говорит о том что нужно что вероятно там были проблемы новом здании двухлетнем здании то есть что-то произошло естественно туда копают дальше и наши службы разведки не спят вот это я доехал кстати до бульварка называется халлиуд булевард он идет перпендикулярно от океана туда вглубь мы здесь повернем направо вот то есть жертвы от этого был грибе биологического оружия 4,2 миллиона людей уже и и мы продолжаем считать дальше количество теперь перейдем к химическому оружию химическому оружию которое было давно запрещено но как говорится who cares оно было запрещено химическое оружие от которого у нас в штатах погибло в прошлом году внимание только в прошлом году погибло 93 тысячи человек 93 тысячи человек погибло и вы мне скажете что ты несешь скажете вы мне я вам отвечу 93 тысячи людей по большей части молодых умерла в соединенных штатах америки в 2020 году из-за овердоз приняли больше наркотиков чем они чем можно было чтобы оставаться жить овердозе 93 тысячи человек это ли не химическое оружие это больше жертв чем за 20 лет войны во вьетнаме больше жертв я имею ввиду в америке всего того вьетнаме учитывая вьетнамских людей погибло более двух миллионов человек за 20 лет по 100 тысяч в год а тут 93 тысячи в этом году за 20 лет у нас полмиллиона человек в результате овердоза погибли это ли не химическое оружие откуда она идет оттуда же из того же место если конкретнее из китая из китая не все она проходит через мексику через мексиканские картели но в китае в частности делают что делают фентанол фентанол это такой это такой искусственный опиоид который сделал который делается в китае попадают в мексику и мексиканские картели распасовывают перепасовывают и переправляются до окна в этом только в этом году на границе на той границе которые неудачный президент байден держит открытыми практически на той границе уже было конфисковано в этом году фентанола которые которые достаточно чтобы убить 70 миллионов человек это ли не химическое оружие что может быть больше чем химическое оружие эффективное химическое оружие идем дальше что это за такой фентанол и чем он отличается от героина он отличается тем что он раз в 50 сильнее чем героин или морфий что самое ужасное что его пакуют его добавляют в таблетки в обезболивающие таблетки и если кто-то подсаживает таблетки может быть в результате какой-то ситуации со здоровьем был какой-то несчастный случай автокатастрофа поломана нога человек восстанавливается ему выписывают обезболивающие таблетки а потом заканчивается срок действия рецептов а боль не прекращается и надо еще люди иногда идут и покупают таблетки на улице и что в этих таблетках есть не гарантирован не гарантирован что получается что получается человек и в частности это кстати бывает больше с молодыми людьми выпивает эту таблетку думая что он выпил то обезболивающие которому прописал доктор только купил не в аптеке получает подмешанные наркотики начинается привыкание еще более сильно идет к тем же дилерам и и все и overdose и overdose если конечно человек не сходит с них а это очень сложно это очень сложно большие были иски судебные и вот недавно был то что называется settlement мировое соглашение между четырьмя фармацевтическими компаниями которые они не подсыпали фентанол нет но они сильно рекламировали свои обезболивающие таблетки сильный был маркетинг они ходили по офисам врачей и давали им всякие печеньки чтобы те чтобы те назначали приписывали их таблетки и кстати одна из четырех компаний таких это джонсон и джонсон которая сделала вакцину я очень рад что мне не пришлось их делать вакцину конечно потому что с такой репутацией неохота с ними иметь дело вообще 5 миллиардов они заплатили юристы сказали что вот они не признали своей вины но решили заплатить 5 миллиардов долларов коман вы бы заплатили 5 миллиардов даже 500 долларов если вы вы были не виноваты ну так это у них работает у этих собак у этих гадов теперь раньше китай в огромных количествах делал эти таблетки с фентанолом потом они вроде бы как объявили что будем бороться но порошки составляющие все также идут в мексику мексике прикупили оборудование что сегодня купить оборудование детские лепят на лужайке оборудование которое прессуют таблетки из порошков и делают эти таблетки вот вам химическое оружие не так ли следующее оружие дезинформация мисс информация применялась во всех войнах на сегодня таких масштабов как достигла ложь обман и промывка мозгов с помощью социальных сетей ни в каких войнах до сих пор не было и близко то есть настолько эффективно это работает что я не удивлюсь если когда-то скажем летели летали самолеты фашистские сбрасывали листовки сдавайте сдавайтесь вы окружены то же самое делают сегодня только вот значительно более мощно социальные сети дальше сегрегация людей разделяя и власть 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 без буквы в уже говорил вам еще раз повторю в этом просто контексте господин зукерберг марк зукерберг начальник фейсбука конкретно и четко заявил что его задача пропагандировать свои ценности важные в комьюнити сообщества в группах и из-за супер популярности к платформы facebook 2 миллиарда пользователей этого не хухры-мухры они будут пропагандировать вам втюривать впаривать рекомендовать в лицо прямо шикать правильные с их точки зрения группы которые будут как он сказал свои ценности продвигать то есть промывка будет полной она уже идет конечно же дальше дальше идем то есть это я вам просто рассказываю приметы современной третьей мировой которая не только началась а в разгаре а в разгаре сейчас одну секунду одну секундочку у меня такое что сделать надо встать на секунду не волнуйтесь в этом прям так становлюсь посреди дороги никого нет машин нет ну как вам домишки пацаны как вам домишки где живут простые может быть не очень простые флоридчане но еще раз повторяю если семья из двух человек не обязательно из двух но если два человека в ней работает вот еще одно озеро кстати то купить здесь домишку piece of cake очень просто очень просто я раз говорю не хочу водить в заблуждение это иначе все так живут в америке как в этом районе народ нет не все если один человек семья работает где жить не будет семья надо чтобы работало двое ну или чтобы один работал на какие-то очень серьезные доходы больше 200 тысяч в год следующее оружие нашей войны третий мировой ransomware кибер-оружие кибер-преступление разве это не оружие если в голливудских фильмах ставят человека на колени приковывает цепями где-нибудь в подвале не дают есть и пить и загоняют иголки под ногти и он все им рассказывает где деньги в банке и код от сейфа здесь это делается удаленно из небольшой деревеньки в бедной стране группа хакеров группа хакеров берет и просит выкуп не загоняя людей в подвал не загоняя иголки под ногти но количество денег которые они с них берут покруче чем то что могли бы взять в сейф депозит банк в бак в этом ящике в банке вот пожалуйста сайбер в этом кибероружие дальше космос в 2019 году дональд трамп сказал пацаны горит дональд трамп если мы в космосе не будем первыми то мы будем вторыми или еще хуже третьими это уже мои это уже мои переливы так он не сказал он сказал попроще потому как он не подкастер но тоже как бы неплохой спикер докладчик и вот мы уже там что-то делаем строим причем вот это space force который трамп сказал делает они не не тоже там прямо мы уже там с такими крутыми арбалетами стреляем в невесомости во врага нет не это это огромное количество спутников surveillance наблюдение мы знали что у врага происходит это ли они суперразведка которая старых войнах чем занимался стирлиц какой стирлиц стирлиц это детский лепет на лужайке сегодня сегодня из космоса можно посмотреть на стол бормана понимаете или даже шелленберга так улица джонсон где же мне надо попасть на ширина над чуть дальше должна быть параллельно джонсон но мы найдем мы найдем сейчас я пойму направо в принципе это направление идет в сторону океана фурно океана да то есть сервейланд наблюдение из космоса поддержка связи из космоса чему долго говорить вот уже сегодня клубе беспорядки кубинское правительство отключила интернет а мы легко можем предложить кубинским повстанцам грубо говоря свой интернет понимаете из космос десятки тысяч спутников запускаются космос частности илон маск впереди в этом деле которая является по моему мнению это как бы не объявляется у нас но не надо быть семи пядей во лбу чтобы понять что это тоже war fair это оружие для ведения войны из космоса ну как я вас убедил пацаны что хоть и на этих улицах не лежат трупы проткнутые штыками у нас в разгаре третья мировая война так я не знаю закончить ли подкаст здесь может 23 минуты делаем ля-ля и как это остановить возникает вопрос ответа не как всегда будут стороны которые будут стремиться к мировому господству ближе всего к этому на сегодня США и Китай Россия может быть на третьем месте но она не настолько сильна сегодня тот факт что у некоторых стран имеется огромные запасы оружия атомного он мне кажется не очень важен сегодня то есть он важен как сдерживающий фактор но он совершенно не важен как средство убийства людей потому как как вы видите маленький вирусок 4 миллиона положил или фентанол 93 тысячи только в одном году в америке положил ядерное оружие ни россия ни сша применять не будет такое мое мнение не будет тот факт что оно есть и у россии и сша это хорошо это чудесно прекрасно но это не эффективно ну как эффективно конечно можно сбросить бомбу и погибнет сколько-то людей ну и а дальше что а дальше что страна не страну не уничтожишь а ответочка прилетит одним словом одним словом ядерного оружия бояться не стоит как оружие как оружие еще раз говорю давайте вспомним хиросиму нагасаки эти две бомбы убили около 100 тысяч человек всего две ядерные бомбы столько же чуть больше может быть чем умерла от овердоза в америке в прошлом году вот вам хиросима и нагасаки американский вариант кошка переходит дорогу сейчас я повернулся и еду обратно от океана я думаю что я наверно все же не буду продолжать съемки дальше ну ладно еще пару минут поснимаю но болтать особо не буду вот какой-то дешевый облезший какой-то гольд скорс реально слабый у нас тут есть красавцы но здесь травка не так пострижена как нам бы хотелось дональд трамп здесь бы не играл это я знаю точно да и не только он кстати хочу вам сказать об одном событии которое произойдет в эти выходные я не знаю вас пригласили а может не пригласили на это событие но я хочу чтобы вы не пропустили его если вы посмотрите на карту штата массачусетс массачусетс и так взгляд поведете немножко направо в океан то и вы увидите там остров который называется мартас виньярд ну типа мартыны винодельческие угодья там живет человек которому завтра завтра 4 августа у нас исполняется 60 лет этот человек защитник бедных антирасист демократ который хочет чтобы все чтобы все жили хорошо чтобы не было бедных ну или по крайней мере он так говорит что он этого хочет и вот ему исполняется 60 лет эти 60 лет он будет отмечать праздновать гулять компании 475 гостей которых он уже пригласил на эту пьяночку ну конечно обслуги тоже будет 200 человек то есть всего 700 человек соберется вы скажете там как они поместятся там наверняка будет теснота тесно не будет пацаны потому как это поместье расположена на территории в 29 акров ну это чуть больше десяти гектаров скажем так стоит поместье в котором я не помню сколько семь спален или восемь или девять не знаю ну собственно это уже не очень важно сколько там спален потому как народу есть где спать слушайте лягут в повалку где-то там на крафте на газоне там все пострижено красивенько как же зовут этого парня его зовут просто барак обама и вот наш барак обама шикарно отметит шикарно отметит свой день рождения поместье которое он прикупил за 12 миллионов долларов где он взял 12 миллионов долларов хрен его знает видать хорошо работал на посту президента потом написал пару книжек выступил с парой лекций и вот результат как это дело будет интересно мне с масочками там происходить его старый дружбан джо байден нам тут все время втирает втирает что надо бы всем носить маски хоть ты и вакцинирован все равно надо ну как бы не помешает особенно если это массовые события является ли массовым событием именины на 700 человек где соберутся 700 человек наверное это массово конечно всем гостям я не сомневаюсь сделаю тест конечно но является ли такое событие как супер спрэдер ивент ивент события при котором вирус размножается сильно и много и быстро особенно дельта вариант которым нам которым нас всех пугает а как нас пугают они говорят вот что они говорят хоть ты вакцинирован хоть ты не вакцинирован если к тебе в нос влетает дельта они начинают размножаться и количество вирусов в носу хоть и вакцинированного хоть и и не вакцинированного становится довольно большим то есть соответственно ты можешь его передать другому близлежащему человеку конечно если ты вакцинирован ты не умрешь в больницу не попадешь и симптомы будут слабенькие если ты не вакцинирован тогда дядьку звеняет и вот мне интересно чем закончится это это пьянка то есть очередной раз я вам показываю пример фразы которая очень популярна и не сидит в голове у демократов которым является обама делай так как я говорю а не так как я делаю ну вот мы уже подъехали к улице имени шеридана я тут верну направо буду ехать к океану справа в общем есть велосипедная дорожка но я думаю уже хватит на сегодня мне вас продолжать съемками до следующего раз пока